Одно из главных условий получения водительского удостоверения в России – медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Лишиться возможности сесть за руль человек может из-за определенного заболевания. У наркологов и психиатров есть целый стоп-лист. Однако житель Большеберезняковского района, состоявший длительное время на учете с диагнозом олигофрении, решил нарушить закон и в 2018 году получил заветные права. Выявить фальсификацию помогла сверка, которую провели местные прокуроры. Они сравнили списки водителей района и списки психически нездоровых лиц в диспансере. Фамилия 50-летнего мужчины оказалась в обеих базах данных. В ходе прокурорской проверки было установлено, что данным гражданином с помощью неустанованного лица была осуществлена подделка официального документа, а именно медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также дальнейшего использования в цели получения водительского удостоверения. Несоответствующая действительность и содержание медзаключения стало поводом для того, чтобы направить материалы прокурорской проверки в полицию. Там по фактам подделки и использованию официального документа возбудили уголовное дело. Экспертиза должна дать заключение, был ли бланк справки, а также подписи и печати подлинными. Кроме того, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокуратура района в Чамзинский районный суд направлено административное извеление о прекращении права управления транспортом средствами данного гражданина. Екатерина Чермянина, программа происшествия.